Здравствуйте! Это программа День Города в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. А был ли ремонт? Рязанцы недовольны ямочным ремонтом дорог. Специалисты Низ Клифосовского поделились своим опытом с Рязанью. Новые методы в оказании скорой и неотложной помощи обсуждают в Рязанском медуниверситете. Памятники в идеальном состоянии и не очень. Международный день памятников и исторических мест отмечается 18 апреля. Там, где нас нет, и город под подошвой, и рязанский филолог пишет диплом по рэп-культуре. Общая протяженность автомобильных дорог в Рязани больше 15 тысяч километров. И по признанию местных жителей, большая часть из них скорее плохая, нежели хорошая. И дороги ремонтируют порой капитально. Но чаще всего происходит ремонт именно ямочный. Оно и понятно, зачем целую трассу перекапывать ради пары небольших выбоин. Вот только что ямочный, что капитальный ремонт порой, по признанию местных жителей, оставляет желать лучшего. На проезде Завражного сделали ямочный ремонт. Нанесли новую разметку, но дорога, говорят водители, лучше не стала. Кочка на кочке и дорога вместо ровной линии представляет собой скорее синусоиду. Раньше на проезде Завражного и так разогнаться было сложно. Так теперь задачу не облегчили. Мнения горожан на этот счет разделились. Одни считают, что любой ремонт идет на пользу. Другие же говорят, что если делать, то делать сразу хорошо. Чуть дальше проезда Завражного есть улица Чкалова, на которой в свое время ремонт дороги был. Теперь же здесь опять ямы и выбоины. От перекрестка до второго рязани так себе. А вот от перекрестка дальше нормальная дорога хорошая. В большинстве своем после ремонта дорог дается гарантия сроком на 4 года. Гарантийное обязательство на улице Чкалова заканчивается в 2020-м, 1 сентября. А в большинстве своем срок окончания гарантии 2019 год. И дороги на многих участках, говорят жители, оставляют желать лучшего. По крайней мере ямочный ремонт, как он называется, почаще себе делать. Раньше еще хуже. Это надо у дорожников спрашивать. Просто если они разрушаются, то, наверное, качественный ремонт необходимо делать. По центру дороги хорошие, особенно с того года, то есть много сделали. И, к сожалению, их продолжают делить новые дороги. Мэрия опубликовала список дорог, которые будут отремонтированы в 2019-м году. Точнее, отремонтировать их планируют. В списке есть участки, которые остались с 2018-го года. Это 3,5 километра Московского шоссе, небольшие участки Васильевского проезда, Сережного переулка, 1-й Красной улицы, Старореченской, 10-й линии, Весенний, Высоковольтный, Гагарина и так далее. Общая протяженность дорог к ремонту составит чуть больше 19 километров. Стоимость работ почти 570 миллионов рублей. Большая часть будет выделена из областного бюджета. Горожане надеются, что это будет тот ремонт, после которого жалоб не останется. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Пока одни дороги строят, другие только планируют. Притом именно платные участки. В Рязани пройдет слушание по участку от Северной окружной до Московского шоссе. Платная дорога пройдет от реки Трубеж на Московском шоссе до Борок на Северной окружной. Построят ее за счет средств инвестора. По поводу нового участка пройдут слушание 16 мая. Рязанцы смогут обсудить изменения в проект планировки, который утвердили в 2016 году. В третьем чтении депутаты Государственной думы приняли поправки, которые ужесточают ответственность для водителей, которые скрылись с места ДТП, повлекшего тяжкие последствия или смерть человека. В настоящий момент наказание за это лишение права управления транспортным средством от одного до полутора лет, либо административная ответственность на срок до 15 суток. Благодаря внесенным поправкам наказание изменится. Теперь скрывшемуся водителю грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенные должности на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Если водитель скрылся с места смертельного ДТП, то это уже лишение свободы на срок от 2 до 7 лет, также с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. За то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Международный день памятников и исторических мест отмечается 18 апреля. В практически идеальном состоянии в Рязани находится музей академика Ивана Павлова, дом купца Селиванова на Первомайском проспекте. Объектов, находящихся в плачевном состоянии, тоже хватает. Деревянные здания не спешат восстанавливать после пожаров. Каменные разрушаются под действием времени. Дина Исляева продолжит. Здание присутственных мест, а простыми словами, управление губернией. Здесь работал вице-губернатором Салтыков Щедрин. Памятная табличка находится прямо под окнами его кабинета. Сюда приходил Сергей Есенин, отдавал в печать первый сборник своих стихов. Здание построили не случайно в строгом стиле. В то время сквера перед Кремлем не было, и по задумке здание не должно было отвлекать внимание от главной засопримечательности Рязани. До последнего времени здесь находилась обувная фабрика. Однако представители общественности считают, что это место лучше подошло бы для музейного комплекса. Например, вот представительство музеев Рязанской области. Каких? Константинова. Здесь может экспозицию свою открыть, которая предваряет поездку гостей в Константинова. Скопин. Фабрик керамика может выставочный зал целый, огромный этаж себе занять. В городе Владимире подобное же здание губернского управления используется именно для этих целей. Там полноценный музей-заповедник. Владимир Суздальский объединенный музей-заповедник. Занимает вот то самое здание тоже 18 века, немножко похожий на наш. Раньше здесь была Стрелецкая Слобода, а сейчас улица Новослободская. Изначально была застроена только одна ее часть, где находится этот сгоревший дом. С нее открывался вид на речку Лыбет. Улицу даже планировали сделать пешеходной. По ней с почтовой можно было прогуляться до Кремля. Место это, несмотря на сегодняшнюю скромность, уникальное. Под асфальтом, по словам краеведа Игоря Канаева, сохранилось старое мощение. Его можно восстановить. Дом на Стрелецкой Слободе тоже является памятником, но регионального значения. Пожар здесь произошел примерно 10 лет назад, и сейчас памятник деревянной застройки продолжает разрушаться. Это могла быть ювелирная, сапожная мастерская, шляпная и так далее. То есть, внизу работала семья. Получается, первый этаж такой деревянный, жилое помещение с просторными жилыми комнатами, с печкой обязательно, возможно, с русской печкой, кухня. А светелочка верхняя была отдана женской половине или детям. У детей у каждого был свой уголок. Памятник федерального значения Дашковская богодельня законсервирован. Инвесторы, которые мог вложиться в восстановление, так и не нашли. Здание построено в конце 18 века. Первым владельцем был купец Егор Фролов. В 1870 году дом выкупил меценат Василий Дашков. Он решил сделать здесь дворянскую богодельню для неизлечимых больных. Изначально она могла принять лишь 8 человек, но постепенно здание стали расширять. Вначале была сделана пристройка, верхний этаж которой занимала больничная церковь. В начале 20 века здесь сделали коммуналку, которую расселили всего два года назад. Последнюю и самую ощутимую потерю здания богодельни понесло. Тогда же вандалы украли старинную чугунную лестницу. Дина Исляева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Более трех тысяч рязанцев переселят из аварийного жилья к 2025 году. Соответствующий договор подписали генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицын и губернатор Рязанской области Николай Любимов. Согласно документу, в проект вошло 21 муниципальное образование Рязанской области. Планируется расселить более трех тысяч человек. В настоящее время они проживают в 168 аврийных многоквартирных домах. Губернатор области сообщил, что финансирование предусмотрено в размере свыше 2 миллиардов рублей. Притом большая часть средства фонда. Он добавил, что при поддержке фонда предыдущую программу переселения из аварийного жилья область выполнила на год раньше срока. Новые квартиры с 2008 по 2017 год получили 10 700 человек. Стоит отметить, что в настоящий момент существует несколько домов в Рязани, которые признали аварийными. Вот только в программу переселения они не попадают. И люди своего часа ожидают, проживая в разваливающемся жилье. Рязанскую энергосбытовую компанию планируют выставить на продажу, чтобы не платить крупный штраф. Речь идет об ООО РГМЭК. Вице-мэр Рязани Игорь Ковалев рассказал, что федеральная антимонопольная служба вынесла муниципалитету представление за то, что те владеют одновременно РГРС и сбытовой компанией. А это нарушение федерального закона. В связи с этим РГМЭК выставляют на торги. Ее оценили в 170 миллионов. Как отметил Игорь Ковалев, уже возбуждено административное дело в отношении мэрии. Если депутаты не согласуют сделку, то муниципалитет может получить крупный штраф. А один из руководителей лишится права занимать административную должность на три года. Депутаты решили отложить вопрос, чтобы подробнее с ним ознакомиться. Ковалев добавил, что смена собственника никак не повлияет на работу РГМЭК и тарифы, так как деятельность сбытовой компании строго регламентируется. Оплату устанавливает энергетическая комиссия. Новые методы в оказании скорой и неотложной помощи обсуждают в Рязанском государственном медицинском университете. Здесь стартовала научно-практическая конференция, на которой выступают ведущие специалисты отрасли из разных уголков страны. На ней побывала Галина Кудряшова. В сфере неотложной и скорой помощи работают врачи самых разных направлений. Здесь и хирурги, и травматологи, и неврологи. Объединяет их одно – они действуют максимально оперативно и всегда готовы прийти на помощь. Нюансы и новейшие методики работы обсудили на научно-практической конференции. Вектор развития высоких медицинских технологий на госпитальном этапе оказания скорой и неотложной медицинской помощи. Она стартовала в Рязгому. Конференция в стенах медицинской вуза, конечно, является не только стимулом к развитию практического здравоохранения, но и возможностью наших обучающихся, которые также присутствуют здесь в зале, прикоснуться и узнать о самых новых, самых интересных технологиях. И, конечно, я уверен, еще больше пожелать стать прекрасным специалистом. Конференция будет работать два дня. За это время участники услышат десятки докладов ведущих специалистов страны, которые приехали в Рязанский государственный медицинский университет из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Волгограда, Саратова, Владикавказа и других регионов. Более того, конференция зарегистрирована в системе непрерывного медицинского образования, а все слушатели получат по 12 баллов, которые помогут подтвердить высокую квалификацию. Такие конференции очень хорошо становятся традиционными, они становятся системными. Это говорит о том, что мы собираемся здесь для того, чтобы работать, чтобы развивать Рязанское здравоохранение, чтобы развивать наш бонус. Особым гостем конференции стал президент Института скорой помощи не имени Склифосовского Магеля Хубутия, который выступил с докладом. Рязань – это вообще одна из лучших в медицинском направлении в развитии своем и оказании помощи по неотложной медицине. А сегодня именно разговор будет идти о неотложной медицине и оказании скорой помощи. Здесь находятся еще и наши друзья. Также на конференции большое внимание уделили самой системе организации движения больных. Считается, что каждый пациент, который нуждается в экстренной помощи, уже в первые сутки должен оказаться там, где ему будет оказана исчерпывающая помощь. Это утверждение касается не отдельного региона. Система должна работать в масштабах России. Это, конечно, такое стратегическое направление вообще в стране. Это, так сказать, привнесение больше здравого смысла и с тем, чтобы уменьшить потери времени, ненужное расходование ресурсов, расходование человеческого капитала, сбережение нервов и так далее. Вот это все, в том числе и в медицине, и в экстренной медицине предстоит сделать. В целом гости отметили, что здравоохранение Рязани является одним из ведущих среди субъектов Российской Федерации. А значит, есть хорошая база для дальнейшего сотрудничества. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Пособие по уходу за детьми от полутора до трех лет планируют увеличить. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета в Госдуме. По словам Медведева, пособие должно носить адресный характер, чтобы его получали те, кто в нем, безусловно, нуждается. Чтобы это была весомая добавка в семейный бюджет. В настоящее время женщины в декрете после достижения ребенком полутора лет получают ежемесячную выплату в размере 50 рублей. Кроме того, председатель правительства отметил, что увеличение засчитываемого стаж периода декретного отпуска с полутора до трех лет требует дополнительного обсуждения. Диплом по рэп-культуре будет защищать студент РГУ. Для анализа он выбрал творчество Оксимирона. Идею поддержали на кафедре. С ее автором пообщалась Калина Кудряшова. Рэпер – поэт современности. Такую гипотезу выдвинул студент филологического отделения Александр Солдатов. Он увлекается хип-хоп-культурой из пятого класса, а теперь решил защитить по ней дипломную работу. Для анализа выбрал творчество Оксимирона, потому что считает его тексты интересными с литературной точки зрения. При этом молодому человеку удалось провести множество параллелей с уже классическими поэтами. Есть у Брюсова стих, который написан панторифмой, то есть когда полностью первая строчка рифмуется словами второй строчки. И он это писал, и у него это получалось, но для читателя это было сложно. А для рэпа это оказалось хорошо, потому что он это сам все произнесет и растает акценты. Материала для анализа много. У него Оксимирона пять альбомов. По мнению Александра, он активно экспериментирует. Например, альбом «Гор-город» по структуре приближен к поэме, а песня до сих пор МС по форме напоминает классическое стихотворение. То есть она написана трехсложным таким размером, но поскольку это все-таки рэп, и он пишется у него в данном случае на дабстеп-музыку, она все равно приобретает другие слоги, лишние, или теряет какие-то слоги из этой формы. То есть она вроде как напоминает, вроде как весь текст строится на ней, но что-то идет все время в отклонении. И эти же отклонения были характерны для той же поэзии 20 века, когда классические размеры, которые четко выстроены, они начинались ломаться, появился размер, где терялись слоги. По мнению Александра, рэп и поэзия Серебряного века очень похожи. Он даже разработал такой урок для учеников восьмых классов, который провел в одной из рязанских школ. В родном вузе его научный интерес тоже поддержали. В выборе темы там не видят ничего необычного. Рэп-поэзия, она является, как бы в культурном, существуется в культурном обиходе, уже посвящены диссертации рэп-поэзии, уже на уровне министра культуры Мединского, мы слышим подтверждение того, что рэп-поэзия является фактом современной литературы. Стоит отметить, что произведения современных авторов уже вошли в список изучаемой литературы для студентов-филологов. Среди них Майя Кучевская, Людмила Улицкая, творчество Бориса Рыжего, а также рэп-поэзия как часть современной культуры. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Ждать осталось недолго. Появилась точная дата отключения отопления. Отопление в Рязани планируют отключить 29 апреля. Об этом сообщил вице-мэр Игорь Ковалев. По его словам, для отключения тепла в домах требуется, чтобы пять дней подряд средняя температура воздуха превышала 8 градусов. И как раз в этот временной промежуток нужная погода устоится. В Касимове проходит выставка глухонемого художника. Выставка Сергея Розаева называется «Рисуй сердцем». В экспозиции представлено более 20 картин и работ по керамике. О выставке в сюжете – наших коллег из Касимова. В Центре культурного развития состоялось открытие выставки Сергея Розаева. В экспозиции представлено более 20 живописных работ и работ по керамике. Ее уже успели посетить около 300 зрителей. Эмоции у зрителей, они похожи. Такие яркие работы. Не оставляет никого равнодушным то, что находится у нас в витринах. Это гжель. Спрашивают, можно ли приобрести. Это говорит о том, что у нас в Касимове, для нас, самих всех, жителей и гостей, мы для себя открыли Сергея. Уникальность выставки «Рисуй сердцем» состоит в том, что автор картин не слышит и не говорит. Сергей родился нормальным ребенком, но 8 месяцев перенес менингит. Из-за этого потерял слух. А когда ему было 5 лет, трагически погиб отец. И когда пришел в сад, воспитателям, как рассказать ребятам в группе, он начал рисовать. Машину, венки, в общем-то, и потом все какие-то чувства, что он сказать не может. И он все нарисует. И в 4 года он уже, конечно, знал все буквы, писал. В саду там уже научили его все. Ну вот, а потом в школе, там его талант нашли. В 5 классе появили его в художественный класс. Оставшись без работы, Сергей из Москвы переехал в Бочкаре под Касимов. Здесь уже работает над картинами полтора года. Многие из них на выставке. Он не любит паутана. Все его картины яркие и красочные. Но за его успехами стоит материнская любовь. Когда он заболел, я знала, что всякие могут быть осложнения. Я дала за руку Богу, что если он останется жив, я положу все силы, какой бы он ни остался, на его развитие. Татьяна Розаева обучилась языку глухих. А сестра Сергея, Светлана, выбрала профессию логопеда. Сейчас она работает со слабослышащими детьми и помогла нам в качестве переводчика. Его всегда вдохновляло море. Были пейзажи. И его видно вот это вдохновение переросло в передачу в краски и в пейзажи. Выставка работает со вторника по среду с 9 утра до 6 вечера. Ее посетить можно до конца апреля. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Строительная компания «Зеленый сад».